Комфортные и безопасные условия жизни современного человека невозможно представить без систем электро, вода, тепла, газоснабжения и канализации. Все они являются коммунальными системами жизнеобеспечения населения. Рассмотрим основные понятия темы и правила безопасного поведения при возникновении аварий на коммунальных системах жизнеобеспечения. Частными случаями аварий на коммунальных системах жизнеобеспечения являются аварии на водоснабжении, аварии на теплоснабжении, аварии на канализационных системах жизнеобеспечения, аварии газового оборудования и отключения электроэнергии. Давайте последовательно разберем основные понятия темы и правила поведения при возникновении различных перечисленных видов коммунальных аварий. Водоснабжение. Обеспечение водой различных ее потребителей. Население, промышленных и общественных предприятий, транспорта. Итак, что необходимо делать в случае аварийного отключения воды? Первое. Необходимо закрыть в квартире все водопроводные краны. Второе. Позвонить в коммунальную службу вашего населенного пункта. Узнать причины и сроки ее отключения. А также уточнить места, где можно набрать питьевую воду. Третье. При длительных отключениях сделать запасы воды и использовать ее экономно. Четвертое. Помните, что при крупных коммунальных авариях, требующих длительных ремонтных работ, к жилым домам организуется доставка питьевой воды. Часто в зимний период мы можем столкнуться с проблемой прорыва теплотрассы и, как следствие, понижения температуры в жилых и нежилых помещениях микрорайонах. Теплоснабжение. Обеспечение водой. Теплоснабжение. 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 Ознакомимся с правилами безопасного поведения в случае отключения электричества. При подозрении на аварийную ситуацию не пользуйтесь лифтом. Он может быть отключен. При нестабильном напряжении в электрической сети квартиры, мерцании освещения или экрана телевизора, немедленно отключите все электроботовые приборы. Создайте запас воды, так как при крупной аварии отключатся электронасосы, подающие воду в многоэтажные здания. По возможности узнайте причины и сроки отключения электричества. На случай такой аварийной ситуации создайте у себя в доме запас спичек и хозяйственных свечей. Желательно иметь в доме электрический фонарь и радиоприемник на батарейках. На улице не приближайтесь к оборванным или провисшим проводам. Ближе, чем 5-8 метров. Не касайтесь их. Крайне опасны по своим масштабам и последствия аварии с утечкой природного газа. Газоснабжение, организованная подача и распределение природного газа для нужд населения и производственных предприятий. Взрывы, пожары – это последствия аварии на газопроводах. Нужно быть очень внимательными и соблюдать правила безопасности вблизи от газопроводов и в случае, если будет ощущаться характерный запах газа. Правила безопасного поведения при аварии на газопроводе. Почувствовав помещение запах газа, немедленно перекройте его подачу, закрыв краны. При этом не включайте свет и электроприборы. Лучше всего обесточить всю квартиру, отключив электропитание на распределительном щитке в подъезде. Не используйте открытый огонь, зажигалки, спички, чтобы случайная искра не могла воспламенить накопившийся в квартире газ и вызвать взрыв. Тщательно проветрите всю квартиру, открыв все двери и окна. Покиньте помещение и не заходите в него до исчезновения запаха газа. Вызовите аварийную газовую службу, телефон 104 или 112, работающую круглосуточно. Звонок нужно делать по мобильному телефону, с улицы или отмоком. При появлении у окружающих признаков отравления газом, кашель, рвота, потери сознания, их необходимо вынести на свежий воздух и положить так, чтобы голова находилась выше ноги. Необходимо обязательно вызвать скорую медицинскую помощь. В любых ситуациях, чрезвычайных и повседневных, сохраняйте спокойствие, соблюдайте правила безопасности и берегите себя.